добрый день уважаемые зрители меня зовут роман и мы продолжаем наше путешествие по миру античных монет и сегодня поговорим о том как определять бронзовые монетки позднего рима 4 5 века в какой-то степени также это будет применимо и к бронзовым монеткам третьего века как научиться атрибутировать античные монеты позднего рима за пять минут среди нумизматов распространено мнение что атрибуции антики дело сложное требующие больших знаний и опыта но для монет позднего рима после денежной реформы диоклетиан это не совсем так они достаточно хорошо каталогизированы основным каталогом для них является рик royal imperial кайнатш объемный десятитомник составлявшийся с 1923 по 1994 год эти монетки имеют лапсе на латыни содержащие все что нужно для атрибуции я заранее прошу извинить тех кто сведущий теме антики за неизбежное упрощение которое достаточно заметно но мой рассказ для тех кто только начал заниматься антикой или вовсе ранее не соприкасался с этой темой конечно существуют многочисленные исключения но все ж таки в 90 процентах случаев описанный алгоритм атрибуции сработает так как надо итак вы держите в руках тонкую бронзовую античную монетку диаметром от 10 до 30 миллиметров правильной формы весом от 1 до 13 грамм на одной ее стороне бюст императора с латинской надписью вокруг него на другой стороне картинка также с круговой надписью император может быть изображен в зубчатой короне это значит что номинал монеты скорее всего антони неан монеты 3 или самого начала 4 века их можно в принципе атрибутировать по тому же алгоритму что и монетки 4 5 века за исключением места чекана который зачастую на них просто не обозначен явно и надписи на задней стороне которые нужно искать на другом сайте об этом будет чуть позднее сказано есть еще фолисы лициния криспа и константина первого его сына константина второго тоже в зубчатой короне но они атрибутируются как и остальная медь антони неана сначала выпускались в серебре но постепенно процент серебра в монете падал при валериане первом его могло бы быть уже меньше двадцати процентов то есть монетка на вид медная но можно заметить что она немножко отливает серебром а начиная с галиена антони неан как правило выглядел как бронзовая монета хотя и содержала некоторое количество серебра реформа аврелиана стабилизировала сплав теперь в нем содержится одна часть серебра на 20 частей меди да надо сказать что название антони неан появилось только в наши дни и как они назывались во время римской перии мы не знаем также неизвестно и название мелких монет медных 4 и 5 века первоисточниках встречаются термины мэрина центрианалий минимум но как они соотносятся между собой понедельник по денежному номиналу не ясно сейчас принято делить медные монеты 4 и 5 века на 4 группы в зависимости от диаметра а я один это диаметр больше 25 миллиметров а едва двадцать один тире двадцать пять миллиметров а е3 с 17 по 21 миллиметр и наконец самая маленькая е4 меньше 17 миллиметров объединяющие условное название этих монет фолис ну вернемся к атрибуции сначала посмотрим на аверс с бюстом императора вокруг бюста идет надпись с именем императора перед ним могут стоять буквы титул дм доминус ностер наш господин имп император импси и ряд других которые встречаются не так часто имя императора часто заканчивается буквами в с после них может быть написано аваджи август или пф аваджи пивс феликс август благочестивый счастливый август в случае если это правящий император либо энси но пси но пкс но был к но был цезарь для официального преемника императора до того как он стал августом другие варианты окончания надписи тоже встречаются но реже теперь когда мы знаем имя можно посмотреть на реверс типов надписи на реверсе много поэтому поначалу проще найти надпись через картинку на реверсе если найти зайти на сайт тесарила кум то там можно увидеть картинки реверса и выбираем нужную картинку и подбираем соответствующий тип надпись место чекана у монет написано в нижней части реверса как расшифровать сокращение подробно описано на сайте анклин тром ром в разделе минц ну то есть места чекана и так теперь мы знаем имя императора легенду реверса и место чекана то есть в нашем случае это лицений чекан рима и надпись вертвес а вот джи джи густейшие все да нет не все нужно еще определить номер этой монетки в каталоге рик большая часть каталога относящаяся к позднему риму переведена в таблице excel команды гильветика и доступна для свободного для скачивания на сайте к байкс так что скачиваем нужную таблицу и средствами поиска excel находим в ней свою монету кроме номера парик в таблице можно найти точный год чекана как правило ну и самое волнующее для коллекционера это степень редкости монет правда каталог рик устарел на полсотни лет и не стоит сразу обнадеживаться увидев степень редкости r3 лет 4 у своей монеты стоит проверить количество проходов этой монеты по аукционам ну соответственно проверьте количество проходов именно точно этой разновидности если хотя бы два-три прохода есть то можете быть уверены что штук 20 их уже известно после издания каталога а вот если их вовсе нету то тогда есть некоторые невеликий шанс что вы держите в руках действительно рарик который есть еще только у пары человек но может быть еще в британском музее для такой проверки лучше всего подходит сайт агрегатор данных с аукционов as search info на нем на текущий момент есть информация а примерно 6 миллионов проходов монет на разных аукционах мира на этом я с вами прощаюсь ставьте лайки делитесь комментариями задавайте вопросы я с радостью на них отвечу а